Вот, например, сейчас шуба, да, что все знают, что шуба цвета фоксии. Это очень, да. Ну вот, я знаю, что мне говорят, что такая пупона стиля уже многие меня называют. Вот еще шедевральное тоже пальто. Сапоги. Конечно, сейчас... Конечно, сейчас в них ходить, это, понимаете, да, это должно быть настолько... Это происходит совершенно, вот как идет, так идет, да, это по наите, это в априори, можно сказать, да. То есть, вот, ты подбираешь какой-то себе образ, ты прекрасно понимаешь, что у тебя должна быть новая платья, у тебя должны быть новые тупли. Спасибо, друзья! Это фэшн-митинг, где мы награждали, как фэшн-певица Гоза. Ой, это же вот это платье! Да, вот оно, шумерадное. И это платье просто восхитительное. Оно воздушное, легкое. Это как я. И вот песня просто «Люби», и вот это вот платье, так все влюбились в этот образ. Это просто шедевр. Оно совершенно на моих каналах смотрится. В начале двухтысячных Марина танцевала в коллективе знаменитой тогда музыкальной группы «Стрелки». Больше пяти лет ездила с ними на выступления. Вот эта вот сумка, купленная в Америке. Мы еще с группой «Стрелки» ездили на гастроли. Вот, находили в такие чудесные магазины, да, которые такие вот, эксклюзивные. После карьеры в шоу-бизнесе Марина успешно занималась коммерческой деятельностью в масс-медиа и продолжала писать тексты песен и музыку. Сердце стучит, снова беспечно. Просто люби, просто люби. И полетели. Два года, как Марина Цветкова вернулась на сцену с проектом «Марика». И снова здравствуйте! Концертные образы, луки, много и еще больше одежды, обуви. Слушайте, а сколько тратите вообще на образы, на одежду? Ну, смотрите, у меня же бывает так, что я сейчас медийная певица, да, и бывает так, что действительно мне дарят, да, дизайнеры. Бывают такие спонтанные. Идешь так, ой, мне прямо это надо. Ну, надо-надо, конечно, да, было спонтанно, и хочется. Потом только думала, а зачем я это все это приобрела, собственно говоря. Я вам покажу. У меня есть кожаные шорты. Хотя они совершенно симпатичные, да, и классные. Я их прям безумно вроде бы люблю, но я пока не могу понять, куда мне их надевать. Что человек получает в результате такой вот покупки, да? Если речь идет про компульсивные покупки, да, о том, о чем мы сказали, то человек получает, как бы, недолгое исчезновение чувства тревоги. Да, вот он чувствует тревогу, он совершает некий ритуал, и, да, покупку совершает. По сути, это одна из разновидностей обсессивно-компульсивного расстройства. Поэтому такие покупки называются компульсивные. Вот, и таких компульсивных вещей, ну, бывает достаточно много. Это независимость. Это, ну, с медицинской точки зрения, да? В бытовом плане все скажут, да, ты зависимая. Но на самом деле человеку просто страшно, тревожно, плохо, и он совершает некий ритуал для того, чтобы снять это нервное напряжение. С тем же успехом человек, который боится, что он заразится какими-нибудь микробами, да, он моет пять раз руки красным мылом и семь раз зеленым, и его это утешает, да, успокаивает, он совершает некий ритуал, Я такая же зависимая, как алкоголики и наркоманы, только в отношениях, только в эмоциях, только с едой, и потом уже с деньгами. Лариса любила радовать себя обновками, вкусной едой, но это вторично. А первая причина ее долгов – крупная сумма денег в долг на развитие бизнеса и покупку недвижимости. Это был такой оптимизм, это была такая вера, надежда, что это я сделаю большой бизнес, я добьюсь больших успехов. Я своего рода такая жертва, жертва оптимизма. Я поверила в успех, я начиталась книг по принципу Наполеона Хилла «Дума и богатея», и я подумала, что я сразу быстро разбогатею. Я благополучно потеряла работу, и в итоге у меня забрали и дом, и этот миллион, и еще у меня даже насчитали 600 тысяч процентов. И только после вот такого краха, только тогда, я, наверное, приползла в должники. Это клуб анонимных должников. Лариса в нем 4 года, а вот Олег присоединился к сообществу недавно. Его истории жизни в долг более 15 лет. Начиналась она с кредита на покупку компьютера, а дальше уж на все про все. И долгие годы Олег деньги возвращал. Заработная плата специалиста по закупкам в крупной фирме позволяла, но в один момент ситуация изменилась. Я выхожу вечером из дома, мне очередной платеж нужно внести минимальный. Я понимаю, что мои зарплаты, которые я получил в этом месяце, мне не хватает, чтобы внести все минимальные платежи. И я был настолько, ну, скажем так, под давлением вот этого возврата долгов у коллекторов. Они приходили домой, они пытались выломить дверь, они стучали в дверь, дети боялись каждого стука, они исписывали подъезды матерными, похабщенными словами. Поддержку Олег нашел в сообществе анонимных должников. О нем узнал случайно в интернете. Единственным условием для участия в группе является желание выздоравливать от конкульсивных долгов. А теперь прошу у всех представиться по очереди своим или вымышленным именем и обозначить проблему, которая вас привела к нам. Начну с себя. Олег Должник, всем привет. Привет. Рома Должник. Привет. Я Елена Должниц, конкульсивная франжера, бизнес-должниц. Привет. Привет. Деньги у меня – это своеобразный наркотик, который очень по-разному действует. То есть есть сначала какое-то беззаботное пьянство, а потом похмелье. И сначала не очень хорошо, а потом не очень плохо. Тоже возникал вопрос, ну как, имея хорошую работу, хорошую заработную плату, я вот умудряюсь осложнивать деньги. Причем не было бы таких прям щитильных покупок, как соболя, яханты. С зависимостью от легких денег в сообществе анонимных должников работают по 12-шаговой программе. Это групповая психотерапия, помощь зависимых людей друг к другу. Я долго не мог принять этого факта, что это болезнь. То у меня, в принципе, все спокойно. Я еще не вернул сейчас все долги, я только недавно в сообщество пришел. Но у меня ушла вот та депрессия, та апатия, которая появилась в жизни. Два с половиной года я не беру долгов. Ни у банка, ни у других людей. Я каким-то чудом научился жить на собственные средства. Деньги перестали вызывать тревогу, какое-то неуправление. У меня есть таблицы, я веду бюджет. Господи, я никогда вообще не знал, что это такое. На встречах главное общение на равных. Честный рассказ, искренняя беседа. Выход есть. Я помню свои эмоции, свое ощущение. Я перепробовал все. Я не признавал, что у меня проблема с долгами, что у меня проблема с деньгами. Я всегда был уверен, я же самый умный. Я, ну, как минимум, я не глупее других. И то, что я обязательно, ну, найду способ, как выплатить долги. Я считал, что наличие большей суммы решит мои проблемы с долгами. Но это никак мне не помогало решить. Сколько бы я ни зарабатывал больше, у меня увеличивался только мои расходы и увеличивался мой долг. Лечение зависимостей – это, наверное, самое сложное, что есть в комплексе ментальных проблем. И статистика здесь весьма неутешительна. То есть даже при сочетании грамотной фармакотерапии, психотерапии и социальной реабилитации, устойчивая ремиссия, то есть полгода без срывов, достигается в 17% случаев всего лишь. И, как ни странно, самыми тяжёлыми для лечения являются нехимические зависимости. Нехимические, не героин даже. Самые тяжёлые зависимости – это как раз те, при которых не происходит быстрой деградации личности. Такой клуб – сообщество. Наверняка есть и в вашем городе. Информацию по запросу, встрече анонимных должников ищите в интернете. Да, я сам, когда проходил реабилитацию, мне очень как бы нравилось приходить на берег моря, сосредоточиться с мыслями, ну, как-то поменять картинку. Султан Магомедов живёт в Махачкале. Ему 38 лет. И он – игроман в прошлом. Я вначале любил просто играть карты, потом это всё переросло в более… Я начал любить играть бильярд, потом в казино начал, узнал, что такое ставки. О том, как азартная игра стремительно захватила его и менялось сознание, сейчас рассказывает спокойно. А тогда родным за него было страшно. Вначале я начал обманывать свою семью, начал потом переросло в то, что я перестал приходить домой, мог по нескольку дней не появляться дома и постоянно придумал какие-то причины, что я куда-то уехал, что же начал очень сильно терять вес, нервничать. Султан проблемы не осознавал, игнорировал просьбы родных обратиться за помощью. Но знакомому всё же удалось уговорить его на визит в репцентр. Я не знал, что такое реабилитационный центр, у меня было другое понимание. Я пришёл, вначале это всё мне удивило. Я подумал, что это не моя поликлиника, что я не должен здесь находиться. Понадобились месяцы, чтобы пройти стадии злости, отрицания, отчаяния. И только потом случилось принятие – работа с психологом по программе «12 шагов». Это моя такая рабочая зона, небольшая. Здесь я веду личные консультации. Лечение Султан прошёл пять лет назад. Тогда полгода жил в репцентре. Затем три месяца был волонтёром. А потом стал изучать практики и методы помощи зависимым людям. Стал психологом. Готов сегодня работать со своими обидами, моделью поведения. Да. Давай, сейчас открою я твою страницу, подожди секунду. Смотри, в этом задании было очень, ну, большее количество обид, связанных с семьёй. Вообще, как ты это проживал, что чувствовал и, ну, как на сегодняшний день это видишь? Обратиться за помощью бывает всегда сложно, потому что боишься услышать слово «нет». В этот дагестанский центр реабилитации в месяц обращается два-три пациента с лудоманией, что и есть игромания. Самозависимые, можно сказать, они не признают проблемы. Почему? Потому что это сложно. Азартные игры – это одна из наихудших, да, там, можно сказать, зависимостей. Азартный человек, он может за раз проиграть всё, да, там, даже свою жизнь. Да, там, мы сталкивались, я сталкивался в своём опыте, что люди вешались, там, опрыгали с крыши, если для того, чтобы, ну, как проигрывали, такие большие суммы, да. Это сегодня это видео игра, завтра это казино, за послезавтра это ставка. И вот так человек уходит незаметно, там нету какой-то грани. Он не поймёт, когда у него это переросло в зависимость. Потому что у нас пациенты бежат, и вот люди есть, которые доту играли, которые никогда не употребляли. У нас есть такие пациенты. Очень сильная агрессия, депрессия и большие потери жизни у них произошли на фоне видеоигр. В зависимости от компьютерных игр довольно долго не включалась в классификацию, да, потому что, ну, вроде как, жизнь человека не разрушается. Он ходит на работу, тратит деньги на игру дома, никому не мешает, никого не убивает, да. Собственно, что это вдруг? Потом общество свои взгляды пересмотрело, сказала, что нет, это неправильно, жизнь разрушается, всё. В новом варианте международной классификации болезни это включено в расстройство поведения, в лечении. Нарушения в социальной адаптации человека, они здесь не очевидны. Он действительно может иметь друзей по играм, общаться с ними внутри игры. Да, у него, скорее всего, не будет жены. Ну, может и будет, да, кто знает, может, он такая же, собственно. И тогда он вполне счастлив. Вот. Но общественный консенсус постановил, что вот теперь мы будем считать это зависимостью, да, поскольку происходит некая дезадаптация человека к жизни. На мой взгляд, вопрос ещё неопределённый. В конце концов, существует же там куча, целый пласт культуры, да, про киберпанк какой-то, где люди там вообще в виртуальности живут. Целиком и полностью. А тут человек просто играет за монитором. Чтобы виртуальный мир не стал важнее реальности, игры для детей должны быть живыми, а не на экране гаджета, утверждает Татьяна Филипова. И надо много гулять. Удивительно, но улица оказалась в дефиците. Оказывается, 14% детей в выходные вообще не гуляют. Ну, это вот 6-7-летних детей. Дети 3-4 лет всё-таки младшие дошкольники. Но тоже 9% дошкольников младших в воскресные, в выходные дни вообще не гуляют. Меня эта ситуация не просто удивляет, она меня действительно шокирует. Это цифры свежего исследования, о нём немного позже. Татьяна Андреевна – кандидат биологических наук, сотрудник Института возрастной физиологии, автор учебников и методической литературы. Это разные конструкторы, при этом я могу дать вам самой попробовать. Конструкторов других развивающих игр и пособий в рабочем кабинете Татьяны Андреевны много. В подтверждение тому, что взамен смартфону ребёнку можно много что предложить. Да, да, да. Конструкторов сейчас… Это подготовка руки к письму? Это с одной… Да, да, да. Родители могут иметь в виду именно как подготовка руки к письму. Потому что вот соединить вот эти мелкие детали, вот соединить, очень непросто. Это и развитие воображения, и развитие зрительно-пространственного восприятия. Несколько лет специалисты Института изучают портрет дошкольника от 3 до 7 лет. В исследовании участвовало более 8 тысяч малышей. Результаты – шок. Анонимное анкетирование родителей позволило нам получить удивительные результаты о режиме дня, нагрузке детей, и в том числе был вопрос об использовании цифровой среды. В каком возрасте вы дали ребенку смартфон, ну, какую-то цифровую технику? К 3 годам, ну, 3-4 года, 39% уже использовали цифровую среду, гаджетами пользовались. А вот цифры прошедшего года, 22-го, нас просто, честно говоря, шокировали. Я по-другому сказать не могу, потому что 97,4% младших дошкольников имеют уже, соответственно, гаджеты в руках. И еще продолжает Татьяна Филиппова. Длительность просмотра видео детьми до полутора часов в день, а по факту больше. И контент родители зачастую не отслеживают. Мирная организация здравоохранения, а до этого Американская ассоциация педиатрии, они, в принципе, обозначили очень четко. Первое, то, что до двух лет детей с гаджетами, с экранами лучше вообще, детям с гаджетами, с экранами лучше вообще не взаимодействовать. Были даже определенные исследования. Сейчас, кстати, эти исследования продолжаются, подтверждаются. Очень интересный термин. Называется вот в последних статьях видео «Синдром цифровой няни». Синдром цифровой няни. Значит, это вот как раз-таки, когда детям дают гаджеты в совсем маленьком возрасте до двух лет. В этом возрасте у нас ребенок что должен делать? Он должен изучать мир. Ходить, трогать, смотреть, пробовать иногда даже. То есть он должен тактильно изучать мир. Что мы делаем гаджетом? Мы гаджетом делаем ребеночку так называемую сенсорную депривацию. То есть мы его упираем в определенную картинку, не даем взаимодействия через другие органы чувств, ну, если только через слух. Что мы видим после вот такого длительного пребывания с гаджетом в этом возрасте? Идут задержки развития. «Реальный мир никакая цифра заменить не может. И реальные книжки, и реальные пособия, в которых ребенок что-то делает сам, не на планшете пальцем, а сам делает. Причем ведь сейчас есть книги из дополненной реальностью. То есть цифры – это совершенно замечательно, но ей нужно разумно пользоваться». По итогам важного исследования готовятся к публикации методички для родителей маленьких детей, их воспитателей, учителей. Более того, мы все время делаем акцент на том, что это ориентиры именно развития, а не психологическая диагностика. Это то, к чему нужно стремиться. Можно стремиться. Мы рекомендуем проводить диагностику два раза в год, то есть в начале года учебного и в конце учебного года. И такая диагностика будет называться «Ориентиры развития ребенка». Именно «Ориентиры развития ребенка». То, конечно, важно понимать, что нет каких-то четких границ. Вот это должен, это не должен. Но понимать возможности ребенка и понимать, что нужно сделать. Причем вот эти вот, естественно, пособия, это на печатной основе у нас будут. А вот по QR-коду родители смогут посмотреть методические рекомендации подробные. Оксана Скоролупова – ведущий методист крупного издательства. Также занимается образовательными программами дошкольников. Поддерживает Татьяну Филиппову. С цифрой предлагает не бороться, а умело совмещать ее с консервативными методами развития ребенка. К маленькому ребенку обязательно нужно потрогать какой-то объект, рассмотреть его со всех сторон, покрутить перед глазами, ощупать его, когда-нибудь на зуб попробовать, обнюхать, быть может. Это все способы восприятия ребенком окружающего мира. Без них он просто-напросто слеп, без них он начинает путать реальность и виртуальный мир. Мы объясняем родителям, что для ребенка в данном возрасте полезно работать именно с ресурсами, которые представлены на бумаге, с книгами, где он может действовать не просто, вот проведя пальчиком по экрану планшета, где он может рисовать, где он может сравнивать две картинки, где он может проводить определенные линии, идентифицировать объекты, дифференцировать их. Читать, рисовать, лепить – любая активность лучше гаджета, иначе ребенка увлечет за собой вот это. Чего здесь хочу? Да трудно сказать, что это такое. Это селеноголовый называется. Трудно сказать, что это такое. А это «Радужные друзья» называется. Нет, это пуговка, значит, это не глаз, да? То есть он одноглазый? Он одноглазый? Ну, здесь вообще без глаз. То есть этим смотрим, этим жуем. Это папочка длинные ноги, я называю. Ну, и длинные руки. Не только длинные руки и длинные, но это… У нас длинные руки, Татьяна Андреевна. Нет, но важно, чтобы игрушка что-то несла какую-то, да? Какой-то смысл в ней должен быть. Должен быть, да. Здесь, честно говоря, не видно. Нет, ну как с ним можно играть, я не знаю. Ручки заплетать им вместо косичек. А смотрите, когда длинные, можно вот так вот, можно тогда этих я вам отдаю. Вот все это заплести. Это он йогой занимается. Это рот, да, правильно. А это, как вы думаете? Это тоже рот. А, с двух сторон рот? Да. Ну, это странно. Это такой всеедяка. Он не видит, что ест. Ему, в общем-то, абсолютно безразлично, что он ест. Ему главное что-то вот хам-хам-хам-хам. Не знаю, как это назвать, но я не хочу с таким дружить. Все эти известные многим игрушки – персонажи видеоигр. Яркие монстры перекочевали в вирусные, то есть очень популярные видеоролики. Дети увидели их, и все как один захотели именно такую игрушку. Случился бум производства странных кукол. Видите, какой зубастый, глазастый монстр, в принципе, ну, что дает какую-то определенную эмоцию ребенку. Я спрашиваю, что у них интересно. Говорят, они прикольные. А чем они прикольные, да? То есть это игрушка, которая отличается от других игрушек, которые сейчас предложены на рынке, да? Все они, наверное, улыбаются, добрые, веселые. А это, видите, злой монстр. Покупает эти игрушки для того, чтобы объяснить ребенку разные эмоции, да? То есть есть улыбка, хорошее настроение, есть гнев, раздражение и прочее. Но, как показывает мой опыт, в принципе, гнев, раздражение и прочее, еще эти родители встретят в подростковом возрасте. Мы можем показывать эмоции, если даже они отрицательные, злые и так далее. Объясняя, не обязательно давать это как игровой объект. Постоянно погружать ребенка во взаимодействие с каким-то страшным монстром. Это можно объяснять, в принципе, и на примерах в общении. Детский психотерапевт поддерживает физиологов, педагогов, издателей образовательной литературы. Гаджетов должно быть меньше, а свежего воздуха больше, как и простого общения родителей со своими детьми. Можно включать детей в свою повседневную деятельность. Не обязательно их вводить на какие-то мероприятия и так далее, а включать в свою повседневную деятельность. Ходить с ними в магазин, я не знаю, к врачу, например. Сводить их к себе на работу, показать, где работаете. Тогда дети будут чувствовать, что они включены в жизнь своих родителей. И у них не будет необходимости как-то из этого выключаться, избегать и уходить в зависимые варианты поведения. Быть всегда в курсе событий страны и мира, а еще постоянно на связи в социальных сетях и мессенджерах, это безграничные возможности, но и потенциально опасные. Люди в основном, заходя в интернет, приходят в соцсети. То есть это первая точка, куда они приходят. Тут две стороны медали. То есть соцсети – это, естественно, добро, потому что много что помогают нам делать. И общаться, и узнавать очень полезную информацию, и советы, и по бизнесу помогают. Ну, естественно, психологические проблемы какие-то снимают. Ну, естественно, зависимость возникает. У нас у всех есть в целом цифровая зависимость, потому что цифровые технологии нам облегчают жизнь, как ни крути. Неосознанно увеличивая время провождения в интернете, нужно оказаться в состоянии ФОМа, то есть жить в страхе пропустить что-то интересное. А дальше подстерегает думскроллинг. Это бесконтрольное чтение тревожных новостей, что ведет к депрессии. Начинает казаться, что если я что-то там прочитал, то вроде как я, значит, контролирую, значит, я в безопасности. А на самом деле это совсем не так. Внутри, да, вот это ощущение успокоения, это чем достигается в голове, выделяются соответствующие вещества. Эндорфины, энкефалины, вот гамма-аминомасляные кислоты, они воздействуют на те же самые рецепторы, на которые воздействуют наркотики. Человек отпускает. То есть, по сути, это такая внутренняя наркомания, внутри головы. Мы вроде прочитали, и, заметьте, нам становится спокойней. Хотя контроль – это ведь не только когда я о чем-то знаю, это когда я могу на что-то влиять. Ну, как я могу на что-то влиять, просто если я прочитал какие-то новости? Выход есть – самоконтроль. И не обязательно читать все подряд. Можно подписаться на рассылку, подборки главных новостей. Дайджест. То есть ты знаешь, что, ребята, есть дайджест. Я либо вечером, либо утром посмотрю все, что мне нужно знать. И это дает мне возможность в течение дня себя сдерживать. Поэтому подход с точки дайджест сейчас практикуют очень многие. Ты находишь в любой телеграм-канал, к самой главной новости к утру, к самой главной новости к вечеру. Все. Если себя не сдерживать, можно утонуть в контенте одних только соцсетей. Самый популярный из них, по данным аналитического агентства, почти 30 миллионов активных блогеров. Делают они полмиллиарда публикаций в месяц. Блогеры – очень важный медийный канал для многих людей. Люди нуждаются в контенте от блогеров. За прошлый год ВК авторам выплатил, как вы думаете, сколько денег? Ну, как вы думаете? Четыре миллиарда рублей. Блогерами с миллионной аудитории мечтают быть многие. Но получается не у всех. А вот Туся была в топе. Наташа Землянухина из деревни Волгоградской области завела блог, когда ей было 13. Тогда девочка болела анорексией. И когда уже это пошло так стремительно, что она сама испугалась, то есть к врачу лечения, там ничего не помогало. Она уже, мамочка, помоги мне. А куда? Все. Мы начали эти варенники лепить кучами, с картошкой, со сметаной. А он бес падает. Должен прибавляться, он падает. Организм не так работает. Она взялась, начала читать. Начала вот это с головы, как будто это же психическое все. Купила же эту штангу. Наташа, она же Туся, купила штангу, начала качаться и делилась со всеми результатами. К своим 18 годам стала блогером-миллионником. И мы тогда снимали про нее кино. Так, заходим. Вот место, где делается мой сочный контент, который всем нравится. Сейчас у меня очень много проектов и задач. Я зарабатываю деньги. Больше, конечно же, я инвестирую, плачу зарплаты. И это все очень много. Ну, как бы, у меня зарплаты, там, команде юриста 50 тысяч каждый месяц. Потом менеджеру, там, 100 тысяч. Еще одному менеджеру, там, 50. Другому 30, другому 45, другому 15. Ну, то есть разные суммы, но команда у меня большая. Через полтора года после выхода в эфир нашего репортажа Туся исчезла. Привычной ее поклонникам активности не стало. Что случилось? Туся не прячется. Она все там же, в деревне, дома. Это наш яблоневый сад. Здесь растут самые ароматные яблоки на свете. И это все огромный наш огород. Она приняла сложное, но важное для себя решение. Жить для себя и тех, кого любит. Когда тебя читает больше и больше людей, и ты погружаешься в это, и понимаешь, что в жизни, в мире есть какая-то гонка за успехом, за большими деньгами, чтобы о тебе слышали, о тебе говорили. Я тогда была ребенком, я была очень юна, и поддалась этому на время, когда я начала стремиться к успеху, к большому заработку, к большому числу людей. И это начало убивать как будто мои ценности, то, какая есть на самом деле, чего я хочу, мои детские мечты. Я еще в пять лет впервые вышла на сцену, и поняла, что я хочу петь, что я хочу создавать что-то важное для людей. И когда я начала гнаться тоже за деньгами и за числами, и начала много слишком быть в социальных сетях, я стала не такой счастливой, и начала терять связь с моими самыми любимыми людьми. Теперь Туся за жизнь не на публику, хотя все же собирается вернуться, но не в интернет, а на сцену и в кино. Вот в этой рамке, это мой псевдоним родная, это перевод моего имени, то, как я буду называться, как артист. Она пропадала целыми днями в социальных сетях, то сейчас она стремительно растет. Этого еще пока никто не видит, видим мы с папой. Она учится, самообразовывается. Пусть это не вузы, как все у нас любят сейчас, и как мы привыкли и любим тоже с папой долго, не могли смириться. Но она сейчас растет, и придет время, когда она будет и режиссером, и певицей. Полтора года назад эта земля, за которой я стою, стала нашей землей с любимым человеком. Это находится на крайней деревне, у реки. Очень красивое место. Это стало местом нашей силы. Туся открыла свой бизнес, шьет одежду, собирает посылки покупателям сама. Осталось подписать фамилию, трек-номер и отнести на утреннюю почту, чтобы машину успела забрать. И уже через несколько дней это будет на деле какой-то прекрасной девушки. Мечты сбываются, если трудиться, и с азартом их воплощают, с детским азартом, и по-взрослому трудиться. С азартом трудится и Ленар Садыков из Казани. Его цель – высокий спортивный результат. Для бега, конечно, нужна обувь специализированная, именно беговая, с мягкой подошвы, с амортизацией. Ленар занимается легкой атлетикой. В юности она у него не вызвала восторга. А вот ближе к 35 годам, когда карьера, семья, дети захотел стать кандидатом в мастера спорта. Я жил как профессионал, питался как профессионал, дышал как профессионал, тренировался как профессионал. Правда, бегал не так быстро, как профессионал. Ленар родом из небольшого города Буинск. Он в 120 километрах от Казани. Там нет манежа. Осенью и зимой Ленар бегал по пешеходным улицам. Буинск меня пропускали на красный. То есть я бегу, там у него зеленый, он меня узнает явно, и явно пропускает, чтобы я не останавливался. Его спортивное увлечение перешло за грань просто хобби. Тренировался ежедневно по два раза. А тогда он возглавлял отдел по делам молодежи, спорту и туризму города. Искренний порыв стать почти, что мастером спорта руководство не оценило. Проснуться в 4 часа 45 минут, это нормально. было для меня тогда. Ничего страшного. То есть проснулся, выпил чашку чая, отбегал в свой кросс, пришел домой, принял душ и вперед. Детей развез по садикам, школам и вперед на работу. Близкие люди, коллеги, руководство начали кто-то намекать, кто-то прямо говорит, что не лишнего ли ты вот это все делаешь. Это как раз-таки где-то был уже 20-й год, потому что в семье там уже, да, уже прям, это был предмет дискуссий и острых причем. Алинар никого не слышал и не замечал. Круг общения сузился до легкоатлетов и личного наставника, главного тренера по резерву сборной республики Татарстан Гульнары Софиулиной. Немножечко химическая зависимость, но при том, что при выраженной физической нагрузке в мозге происходит выделение веществ, которые дают нам расслабление, эндорфины, энкефалины. Поэтому каждый, кто занимается спортом, знает, что после тяжелой тренировки да такой кайф. Это вот четкая химия. С одной стороны, с другой стороны, да, я избавляюсь от тревоги в этом спорте. А тревоги тут может быть масса. Я должен выглядеть атлетично, вот, например. Я должен быть, чувствовать свою силу. Я должен чувствовать свою мужесть. Я должен соответствовать стандартам красоты. Понимаете, в чем зависимость? Наверное, психологическая еще зависимость есть такая, что вот прошлый год я готовлюсь к соревнованиям, к чемпионату республики. Моя форма, готовность была такая, что вот, как вам сказать, чувствуешь действительно, реально, и это ненадуманно, ты понимаешь, что ты действительно намного сильнее, выносливее, быстрее. 95% людей, которые вот вокруг тебя на улице ходят, это чувство физического превосходства, это очень, вот оно придает зависимости. Ленар участвовал в районных соревнованиях, занимал призовые места, затем переехал в Казань для серьезных тренировок. Но если в спорте были и могли быть еще лучше результаты, то работу пришлось оставить, и семья Ленара распалась. Вот я понял, что у меня есть приоритеты. И, к сожалению, я понял это только, когда уже дети там далеко. И приоритет того, что нужно как-то финансово стать крепче, вот он преобладает. Ленар теперь продает недвижимость. От высоких спортивных достижений отказался. В том помог тренер. Перестал требовать результат. Когда я просто не хотел уже идти на тренировку. И удивился для себя. Обычно тренер давал отдых дня 3-4. На четвертый день там уже начинается ломка физиологическая. У меня уже не было этой ломки почему-то. И сейчас ее нет. И когда уже неделя, вторая прошла, и у тебя этой ломки нет, ты понял, что был зависим. Сама судьба свела Ленара с Рамилем Ахмадеевым, тренером по легкой атлетике незрячих детей. Ленара пригласили стать лидером для юных легкоатлетов с особыми потребностями. Уже месяц, два раза в неделю он бегает в связке с Гузель. Вот эта связка, которая в принципе мы с ней должны соревноваться, она регламентирована международными правилами, то есть ее длина, ее составные части, и соответственно без нее на соревнования незрячих не допускаем. Я продеваю свои пальцы в свое колечко, Гузель в свои, и вот так мы держимся, и соответственно вот на дистанции давай руками подвигаем, вот в принципе. то есть если она чувствует натяжение, то она понимает, что она должна поближе ко мне уже бежать. Если чувствуем локоть друг друга, то уже нормально. А одна она вообще может сама бегать без поворота? Сейчас отсюда бежишь и там 200 метров стоишь, ладно? И Гузель ты, Гузель, понимаешь? Гузель, слышишь? Вот сейчас можно начинать, никого нет. Очень вдумчивые ребята, и они очень хорошо продумывают свои будущие действия, в отличие, к сожалению, от здоровых людей. И каждый их шаг очень даже обдуман. Цель у Линара с Гузель теперь одна на двоих. Первенство России по легкой атлетике. Оно пройдет в мае в Чебоксарах. Так как же в современном мире остаться верным себе, уметь адаптироваться к изменениям и быть стойким к соблазнам? Если моя жизнь начинает потихонечку заполняться теми вещами, которыми я хочу ее заполнять, она мне нравится, она не разрушается. Вот это не такой простой вопрос, как кажется, потому что вообще определить для себя, что действительно является моими жизненными ценностями, а не навязанными мне безумным обществом потребления, родителями или каким-нибудь окружением. Это непросто, но можно. Я представляю, как буду здесь танцевать, петь, мечтать, как однажды мои дети будут на этой же сцене, как здесь будут качели, как будем купаться в реке на нашем пирсе. Мне кажется, ради этого и стоит жить. Это и есть, когда для тебя есть смысл жизни. Ты очень счастливый человек.